Всем привет! Нас давно просили приготовить этот рецепт. Мы будем готовить полусладкое вино из черного винограда. В нашем случае это столовый сорт ранний магарача. Почему именно он? Все просто, он растет у нас дома и созревает раньше других. Можно брать любой другой черный, хотя этот вид считают техническим, вино из него получается очень вкусным. Сами ягоды сочные, очень сладкие, да и урожай как правило обильный. Если вы будете следовать нашему рецепту, то у вас также получится очень вкусное вино. Вот какие основные этапы предстоит пройти, чтобы приготовить домашнее вино. Собрать, подготовить и передавить ягоды. Поставить сусло на сбраживание, отделить сок от мезги, добавить сахар в 4 приема. По завершению периода активного брожения слить напиток, поставить под гидрозатвор и спустить в подвал для дальнейшего созревания. Нужно будет периодически снимать с осадка, хранить напиток под плотно закрытой крышкой в прохладном помещении, ну и наконец, наслаждаться приятным напитком в меру и по необходимости. Да, вот так вот все просто за 30 секунд, но на самом деле от вас потребуется внимательность и терпение. Итак, начнем. Срезаем гроздья винограда. Мы это делаем во второй половине дня, так как, к примеру, утром может быть туман, который плохо влияет на состояние дрожжей на винограде. Еще один важный момент. Не собирайте урожай сразу после дождя, а минимум через 3 дня после. Возможно, вы спросите, почему? Поищите информацию в интернете. Теперь отделяем ягоды от плодоножки. Все испорченные и с плесенью выбрасываем. Так как у нас еще было немного белого винограда, мы добавили и его в общую массу. Виноград ни в коем случае нельзя мыть. Раздавить ягоды в кашицу. Получаем мезгу. Вылить в бочку. Для этого используем мы полиэтиленовую посуду. Можно взять эмалированную. Далее заполняем ягодами емкость максимум на 3 четверти части от общего объема. И накрыть двойным слоем марли. И фиксируем марлю резинкой. И всю эту емкость для брожения мы ставим в теплое помещение, температура которого должна быть 22-28 градусов. Вот так мезга выглядит спустя сутки. Как видно процесс брожения уже идет. Внизу уже видно сусло, а наверх поднялась шапка из мезги. Дважды в сутки важно перемешивать мезгу. Это лучше делать с помощью деревянной ложки или чистой рукой. Температура на градуснике у нас в помещении показывает 27,6 по Цельсию. Во время помешивания уже чувствуется запах дрожжей и слышно бульканье. На вторые сутки температура в помещении 26,8. Важно избегать резких перепадов температуры. Мезга становится светлее, время снова перемешивать. Активное шипение говорит о том, что все идет по плану. Вот так выглядит сусло на пятые сутки. И пришло время убирать мезгу. Мы не стали ее сильно отжимать, так как мы будем на ее основе готовить еще один рецепт вина под названием Петио или вторичное вино. Скоро выйдет рецепт на нашем канале. Обязательно подпишитесь и не пропустите ни одного нашего видеоролика на семейном канале Сергей Валя Грачевы. Если же вы ничего не будете готовить из мезги, то тогда хорошенько отожмите ее и выбросите. Кстати, вы заметили, во время брожения вина, как ни крути под марлей, все равно появляются мошки. В принципе, это не страшно. На качество вина это никак не повлияет. Слитый сок следует профильтровать через марлю. Благодаря этому он наполнится кислородом. Это важно для работы винных дрожжей. Чистый сок нужно перелить в бутыль для дальнейшего брожения. Но нужно оставить немного вина. Подогреть. Кто-то может так и не делает. Но мы предпочитаем подогреть и растворить небольшое количество сахара. Пропорция следующая. Берем из расчета 50 грамм сахара на 1 литр сока. У нас 17 литров сока, значит берем 850 грамм сахара. Вылить обратно при помощи трубки и в качестве гидрозатвора используем перчатку. Так как для специальной капроновой крышки горлышко в бутылке слишком узкое. Нужно зафиксировать все это скотчем, чтобы оградить от контакта с кислородом. Теперь необходимо при помощи иголки сделать небольшую дырочку. Это можно сделать сейчас или когда поднимется перчатка. Но здесь мы допустили ошибку. Сделали большую дырку. Чтобы у вас так не было, берите иголку потоньше. Емкость заполняем суслом максимум на 75% от общего объема. И вот прошли сутки. Перчатка радостно приветствует. По шипению бульбашек можно определить, что процесс брожения продолжается. Бутыль мы укутали, так как температура в комнате немного понизилась. Спустя трое суток перчатка стала падать. Пришло время добавить следующую порцию сахара. Рекомендуется сахар добавлять через 2-3 дня после начала брожения. Снова сливаем немного сусла, подогреваем. Добавляем сахар опять из расчета 50 грамм на 1 литр сока. Одеваем перчатку, фиксируем скотчем. Для сохранения температуры мы вновь укутываем одеялом. И снова оставили для брожения. Буквально спустя 1 час перчатка снова радуется жизни. И далее вам следует эту процедуру, так же как и нам, повторить еще два раза. Через 3 дня мы повторили последнее внесение сахара. Снимать это уже мы не стали, но подметим, что на следующий день после последнего внесения сахара мы добавили 100 грамм изюма и 25 штук раздавленных ягод винограда, так как перчатка уже неохотно стала подниматься. Возможно в вашем случае это и не понадобится, но в нашем случае это помогло. После этого смотрим, когда перчатка упадет. Значит пришло время слить с осадка в бутыль теперь уже с широким горлышком и накрыть специальной крышкой для вина с водяным затвором. Ее можно приобрести в любом продовольственном магазине. Бутыль нужно заполнить вином до самого верха. Все время пока будет эта крышка, нужно следить за тем, чтобы в ней всегда была вода. После чего нужно вино снести в подвал и оставить для продолжения тихого брожения при температуре от 5 до 16 градусов. Если оставить в помещении, то температура должна быть не выше 22. Время спустя на дно будет выпадать осадок. Это погибшие дрожжи. Его нужно периодически убирать, сливая вино при помощи трубки в чистую емкость, при этом не захватывая тот осадок. На первых парах сливать примерно раз в полтора недели, а затем реже, пока его совсем не будет. Делают так во избежание образования горечи в вине, также неприятного запаха и осветления напитка. По завершению брожения, когда остаток больше не выпадает, а обычно вино бродит от 20 до 45 дней, бывает также и до двух месяцев, то советуется плотно после этого закрыть крышкой и хранить в холоде для дальнейшего созревания этого прекрасного веселящего сердца напитка. Теперь давайте в конце по пропорциям подведем итог. Мы внесли 4 раза сахара по 850 грамм, по принципу 50 грамм на 1 литр сока. На 17 литров сусла умножив на 4 получилось 3 килограмма 400 грамм. Рекомендуем вносить сахар в первые от 14 до 25 дней брожения. Вы же можете регулировать количество сахара по вкусу и по желанию. Главное, не добавляйте сахар тогда, когда уже завершился процесс брожения, потому что в таком случае сахар превратит вино в компот. Также ни в коем случае нельзя добавлять все количество сразу за один раз. Вино получилось у нас по-настоящему домашним, вкусным и в меру сладким. Оно имеет красиво яркий насыщенный рубиново-красный цвет. Всем, кого интересует, сколько же по крепости вышло данное вино, а мы уверены, что это интересует всех, кто смотрит данное видео, спустя год оно составляло 9,5% крепости и 6% сахара. Большое вам спасибо всем, кто посмотрел этот видеоролик до этого момента. Мы старались с Валюшей, а именно Валюшка была инициатором того, чтобы готовить это вкусное вино. А лучшей благодарностью за наши труды будет от вас лайк, ведь это вам не сложно, а нам приятно. Поделитесь этим видео со своими друзьями, пусть у вас получится еще вкуснее вино, чем у нас. И пожалуйста, не забудьте, приготовив по нашему рецепту, написать комментарий спустя время, какое же вино у вас получилось. Большое вам спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok